В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. В муниципалитете продолжается реализация уникального медицинского проекта. Создали отдельную структуру, которая возьмет все вызовы на себя с отдельным штатом. Очередной прием жителей округа прошел в формате выездной администрации. В процентах, наверное, 85 или 90, я не знаю, уж не буду точно говорить, но это решение здесь на месте. Детский хоккейный турнир прошел на катке во дворе на Замидной улице. Турнир всегда интересный, всегда какой-то азарт присутствует. На территории округа при поддержке администрации муниципалитета продолжается реализация уникального медицинского проекта. Его инициатором выступило руководство Видновской клинической больницы. Теперь вызвать врача, продлить больничный или получить удаленную консультацию станет намного проще. Максим Козлов продолжит. На входе неприметная вывеска, которая вряд ли что скажет непосвященному. Внутри все напоминает обычный офис или колл-центр. Но в прихожей висит униформа с логотипами Видновской клинической больницы. А в кабинетах можно увидеть медицинские чемоданчики, которые правильнее называть укладками. Таким образом, кое-что начинает проясняться. Обычно было как. Сидит врач на приеме с утра до обеда и после обеда начинает ездить по домам, по вызовам. Ну, понятно, что здесь получается, что доктор не очень может правильно спланировать свое рабочее время, рабочий график. Таким образом, мы создали отдельную структуру, которая возьмет все вызовы на себя с отдельным штатом, который позволит увеличить доступность пациентов на местах. Поздравить медиков с новосельем приехали исполняющие полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров и председатель Совета депутатов муниципалитета Станислав Радченко. Главное, что стоит отметить, аналогов таким отделением вызовов на дом в России нет. Это пилотный проект, который был нами создан и сейчас, в данный момент, он транслируется дальше и на региональный, и на федеральный уровень. Главная особенность проекта – вся информация будет собираться и храниться онлайн. Это касается и электронных медицинских карт, и выписки больничных, и списков вызовов. У каждого врача на выезде будет персональный ноутбук. Онлайн-таблица, они утром приходят, у них уже все расписано. Какие вызовы нужно сделать – неотложные, какие пришли от скорой помощи, какие… Сюда же у нас входит и патронач новорожденных, сюда же у нас приходят и осмотры пациентов маломобильных, палеоативных пациентов. То есть все в единой структуре. Проект поэтапно внедрялся в течение полутора лет. Первопроходцами быть нелегко, но благодаря открытию отделения вызовов на дом, медицинская помощь для людей станет доступнее. В отделении будут работать 40 специалистов. Весь городской округ условно разделен на 4 зоны, к каждой из которых будет прикреплены бригады врачей. Информацию о новых вызовах будут отправлять онлайн. Таким образом, отделение позволит принимать и обрабатывать до 750 вызовов за смену. На выезде у врачей будет все необходимое оборудование и инструменты. Я не реаниматолог, но я постараюсь показать, что выглядит такого рода. Здесь свет и батарейка вставляется в горло, потом устанавливаются трубки разных размеров. Открытие офиса стало возможным благодаря договоренностям администрации округа и застройщика микрорайона Брусника. Бутай-Бутай подчеркнул, что прием пациентов в отделении вестись не будет. Посетить врача по-прежнему можно только в поликлиниках и амбулаториях. В этом все будут находиться и фельдшера, и врачи. В том числе здесь будут проводиться телемедицинские консультации. Потому что бывают такие моменты, когда не совсем обязательно надо приезжать, когда можно решить или откорректировать какие-то вопросы удаленно. Здесь также будет возможность удаленно продлевать больничные листы, если это необходимо. Но будет достаточно функциональное такое подразделение. Отделение не станет заменой службы скорой помощи. Например, в случае, если пациенту требуется экстренная госпитализация, это по-прежнему остается прерогативой неотложки. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В образовательном центре «Успех» прошел прием населения в формате выездной администрации. В рамках встречи местные жители смогли пообщаться на волнующие их темы с представителями разных служб и ведомств. Слово Натальи Буслаевой. Вопросы благоустройства, дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Благодаря формату выездной администрации свои проблемы удалось решить более 50 жителям поселка Дрожжино, села Булатниково и новых микрорайонов, пришедшим в образовательный центр «Успех», где была организована встреча. У нас по всем службам есть вопросы. В частности, сейчас мы с Квасниковой Татьяной Юрьевной решали вопросы возобновления работы ФАП. У Булатниково у нас проживает только зарегистрированных 511 человек. В реале живут порядка 2000 человек. Вокруг у нас находятся граждане СНТ в достаточно большом количестве, а никакой первичной медицинской помощи мы не получаем. Мы обращались с вопросами недостроя, то есть недостроена социальная вся инфраструктура, детский сад, школа, поликлиника. Мы обращались по поводу улучшения дорожной ситуации, то есть организации дорожного движения, въезда в этот микрорайон. Больше всего интересовало депо пожарное, которое было обещано, но так как с ковидом ситуация, о которой вы знаете, тоже оттягивалась, сейчас мы услышали, что во втором полугодии начнется строительство за счет бюджета Московской области, и нас это обрадовало. Некоторые вопросы были решены на месте, другие требуют детальной проработки в ближайшее время. В процентах, наверное, 85 или 90, я не знаю, уж не буду точно говорить, но это решение здесь на месте, да. Оно, конечно, не там с завтрашнего дня, какие-то есть прям буквально вот сейчас позвонили, или там заявление в полицию написали, и уже коллеги начали отрабатывать. А что-то, конечно, имеет какую-то среднесрочную перспективу. Побывал на мероприятии и пообщался с жителями на волнующих темы депутат Московской областной думы Владимир Жук. Не надо никуда записываться, договариваться. Пришел и тут же получил консультацию. Может быть, даже некоторые документы уже можно начать оформлять здесь. Но обращаются с самыми разными проблемами, насущными. Все разбито в направлении. Каждый стол сидит человек, который отвечает за именно эту сферу. И дают компетентный ответ. После приема начальников управления и служб с местным населением встретился временный исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катеров. Вопросов в Ленинском городском округе много. Здесь много жилищного строительства у нас с вами идет. Многие люди покупают здесь жилье, приезжают сюда жить. Много строится и дорог, и социальных учреждений. Но постоянно я слышу о том, что не хватает социальных учреждений. То школы, то детского сада. В основном это связано с теми микрорайонами, где были недобросовестные застройщики, которых пришлось подхватывать и доделывать жилые дома. Станислав Катеров во время открытого диалога ответил на многие наболевшие вопросы жителей. Например, о дальнейшей судьбе образовательного центра Горки. Когда же школа наконец откроется? Второй вопрос. Какой будет формат обучения? Будет ли там функционировать полноценная школа? От начальной школы до средней школы? Или там будет что-то узкопрофильное? Мне важно понять сейчас для принятия решений по данной школе, что хотят наши жители и что мы можем предложить в ответ. Удобный формат мероприятия дает возможность людям быть услышанными. Без внимания не остается никто. Все обращения зафиксированы и взяты под контроль. Встречи с населением в формате выездной администрации проходят в округе на постоянной основе. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Станислав Катеров встретился с участником специальной военной операции и узнал, какая помощь ему требуется. Детали в сюжете Юлии Стаферовой. Обратная сторона военных конфликтов – ранены и покалеченные люди, которые на всю жизнь останутся инвалидами. Им нужно оказывать помощь. Сейчас она требуется нашему земляку Рашиду Галиулину. Он получил ранение, из-за которого ему частично ампутировали ногу. Несмотря на это, после реабилитации он планирует продолжать службу и быть полезным отчизне, трудясь в военном комиссариате. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении военного долга, рядовому Галиулину присвоено звание Героя Российской Федерации. Я люблю свою семью, я люблю свою родину. И вот, считал нужным идти защищать интересы своей страны, интересы своей семьи. Я воспитан так. Я делаю в семье военную. Я всегда военным хотел быть. Органы местного самоуправления совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» оказывают всю необходимую помощь мобилизованным. Мы четко понимаем, что здесь надо помогать. 100% помогать будем. Поэтому тут вопросов вообще никаких нет. Тут же взяты были вопросы, которые нужно решить. Вопросы, касаемо начисления льгот, компенсации, пенсии, также предоставления земельного участка. Вот сейчас мы поедем, собственно, в СФР подавать все документы на все, что касаемо ему положенных. Каждый, кто рискует своей жизнью для того, чтобы защитить нашу страну, может быть уверен в том, что государство позаботится о нем и о его семье. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В январе в России отмечается День печати. Сейчас самое время подвести итоги проделанной работы и обсудить планы на будущее. Депутат Московской областной думы Владимир Жук посетил Видновскую дирекцию киносети, чтобы в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками газеты «Видновские вести» и отметить отличившихся журналистов. Депутат Московской областной думы Владимир Жук поздравил журналистов редакции «Видновские вести» с прошедшим днем печати, вручил благодарственные письма и памятные подарки. Поздравлением также присоединились сотрудники Росгвардии. Все жители нашего округа должны знать информацию, вы ее все даете честно, правдиво, объективно. Поэтому спасибо вам огромное за работу. Пускай будут ни первые, ни последние репортажи, как можно больше хороших, красивых репортажей. От всей души поздравляем. Прежде чем попасть к читателю, газета проходит через руки целой команды. В «Виднов» о новостях города пишет муниципальное издание «Видновские вести». Команда – это великое дело. Это личный пример. И я счастлива, что я здесь работаю 32 года. И за 32 года я написала об очень многих людях и никогда не пожалела, что написала о ком-то. Это люди просто замечательные. С каждым годом подача материала в газете становится более современной. Верстка удобнее, а картинка ярче. За чашкой чая генеральный директор «Видновской дирекции» киносети Павел Русаков рассказал Владимиру Жуку о современных технологиях, которые используются в издании. У нас есть QR-коды. Ты подошел с телефончиком, кстати, я тебе понравился, зашел, оп, а там уже видео на «Видновской» ТВ по этой же теме. Ты раз на телефоне видео посмотрел. В редакции газеты «Видновские вести» трудятся настоящие профессионалы своего дела. Благодаря их труду читатели уже 93 года узнают о последних событиях. Журналист Этерика Беридзе поделилась своими правилами журналистской работы. Все чувства, которые человек испытывает в своей жизни, все эти чувства журналист проходит в своей работе. И очень важно быть верным этим чувствам, не фальшивить, стараться писать правдиво, стараться писать так, чтобы, считая повторно свою статью, не испытывать угрызение совести. По завершении мероприятия Владимир Жук пожелал успехов и процветания газете «Видновские вести». На мой взгляд, газета развивается и становится еще более интересной, качественной и креативной. Поэтому все больше и больше количества людей ее смотрят, читают, и я вижу, что она нужна. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Великолепная пятерка и вратарь любителей зимнего спорта встретились на катке во дворе на Завидной улице, чтобы провести хоккейный детский турнир. Подробности у нашего корреспондента Арины Лукьянцевой. Хоккейный турнир на улице Завидное собрал юных хоккеистов в возрасте от 7 до 14 лет. На улице минус 20, но и болельщиков, и игроков согревает боевой дух и стремление к победе. Будет играть 4 команды, 5 на 5, получается, на одной половине площадки, потому что сегодня температура очень низкая, поэтому решили разделить две площадки. Команды сформированы по возрастному принципу. Общее число участников – 20 человек, среди которых любители разных видов спорта. Я вообще по факту футболист. Так, конечно, если футбольная карьера не сложится, то можно будет и хоккейным заняться. А почему решил сегодня пройти участие? Ну, потому что турниры всегда интересны, всегда какой-то азарт присутствует. И много друзей, так что хочется вместе поиграть против всяких команд за призывы бороться. Праздник спорта и здорового образа жизни привлек не только самих хоккеистов, но и многочисленных болельщиков. Поддержать юных спортсменов пришли родители. Ксения Субботина болеет за дочь. Кстати, единственную девочку на турнире. Ей нравится с мальчишками играть, бегать, бороться за шайбу, отбирать. Ей это нравится, мы ее поддерживаем. Спорт – это здоровье, жизнь, все впереди, вперед смотреть. Это замечательно. То есть, такое соревнование нужно как можно чаще устраивать, для того, чтобы наши дети развивались, а не сидели в интернетах. Организовать соревнования удалось совместными усилиями городского центра спорта и территориального отдела. Вот это желание наших жителей, именно участвуют наши жители из микрорайона Купеленка, Эковидная, Завидная. То есть, они инициировали, очень просили, чтобы этот хоккейный турнир прошел. И я думаю, мы будем продолжать эти хорошие традиции в поддержке именно дворового хоккейного спорта. Чтобы жители города Видно знали, что существует такая коробка, и что хоккей, он жив, и в него играют не только по таким дням, как сегодня, но и практически каждый вечер у нас здесь проходит. Можно хоть каждую неделю проводить турниры. Турнир по дворовому хоккею стал ярким спортивным событием. Все игроки получили заслуженные награды и грамоты. Завершилось мероприятие чаепитием. Арина Лукьянцева, Кирилл Махров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»